всем привет дорогие друзья приветствую нас на канале выпитай тв и сегодня мы еще раз в этом году буквально второй раз уже за 4 месяца прямо зачастили приехали на прекрасный остров качанг который находится в пяти часах езды от подтая но мы сегодня на машине добрались до 3 с половиной часа еще полчаса мы плыли на пароме я сейчас иду по самому большому пляжу по самому популярному пляжу этого острова называется в африке и и и и и Вот такие виды у него, сейчас тут такой большой прилив и пляжа практически нет, поэтому пока мне очень сложно судить о том, насколько здесь здорово или не здорово. Что касается песка, то песок мне показалось, если сравнивать с последней нашей поездкой на Пхукет, здесь песок какой-то пришипленный, то есть уплотненный, это когда идешь по песку, то есть ты не ощущаешь такой мягкости, и он очень-очень мелкий и не особо на самом деле белый, какой-то более серый, то есть Пхукетский песок мне показался более воздушный, скажем так, наверное, поэтому он скрипучий, а этот обычно не скрипучий песок. В целом, если сравнивать именно с нашей предыдущей поездкой на внесезонную Качанг, то здесь, конечно, сейчас благодать, сижда благодать, прекрасное море. Ну, это никакое сравнение с Пхукетскими волнами, то здесь спокойно дети плавают и без нарукавников, и без каких-либо приспособлений, мы спокойно можем их отпускать, все будет отлично, поэтому, да, Вейсенс классный, эти лежаки спрятаны под тени деревьев, зонтиков здесь вообще нет, реально вообще нет зонтиков, то есть, по идее, они что могли делать, они могли брать лежаки и выставлять, сверху зонтики ставить, но нет, они так не сделали, и поэтому очень здесь мило. Вообще, адекватные цены на еду, на пляже, то, что на Пхукете, по 150 бат, жареный рыжь 60 бат, то есть, вполне себе нормально, при этом поход довольно прилично. Новогоднее оформление такое забавное. Ну, вот здесь очень так атмосферно, мне нравится, здесь, видите, кофе с роти, саппорт 300 бат час, 500 бат 2 часа, а сколько каях непонятно. Ну, саппорт это очень классно, мы на Самуе катались, кому интересно, как мы отдохнули на Самуе, ссылочка внизу будет, и подсказочка вверху видео. А вот мы прогулялись практически по всему пляжу Вайцент, в дневное время, здесь очень много кафешек, и я практически во все подходила, смотрелась, какие цены, везде цены приемлемые, вообще очень, в принципе, нормально так можно бюджетно поесть. Ну, определенные блюда, конечно, дороже, определенные подешевле, и при этом говорят, что Вайцент один из самых дорогих пляжей. не знаю, вот когда мы были на Конт-Прау, там было пару кафешек, правда не все были открыты, потому что это был не сезон, и там цену не показали даже как-то побольше, чем здесь. Здесь, возможно, спасает конкуренция, поэтому они удержат нормальные цены. И очень много таких атмосферных баров, таких с хиппи таким настроем. В общем, приятно здесь гулять. Что касается... Пляж готовится к вечерним развлечениям. Сан-Сом, 250 бат большой, коктейли по 99 бат. И можно сидеть вот в такой веселой штучке. Но у этого бара нет пайр-шоу, поэтому мы идем в следующее место. Не знаю, а в чем радость сидеть вот в такой штучке? Если вы знаете, напишите в комментариях. В общем, вот со мной самый известный сабай-баркет. Все готовятся встречи. Во всем уйти все готовятся. Ну, прицепы, конечно, намного дороже, чем в соседнем комплекте. Тоже планируется пайр-шоу, но оно будет в 9, а потом сюда, я так понимаю, возвращаются в шоу в 9.30 и сюда возвращаются. Поэтому, я думаю, это одно и то же шоу. И лучше его посмотреть там, потому что там еда будет комфортнее, дешевле. И мне там как-то больше атмосферы понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такой вот он, качанок. Здесь такое спокойное движение. Чтобы, мне кажется, гулять пешком по дороге и все будет хорошо. здравствуйте дорогие друзья еще раз и уже мы получается третий день на острове и только сейчас я взялась снять обзор нашего отеля начнем с вот этой прибрежной зоны наш отель находится на полу ляже white sand beach с его получается южной стороны самого края то есть видите там уже идет каменный мыс и у нас отель прямо в конце пляжа здесь нет пляжа песочного но если такой галичный пляж и мы сейчас планируем заплыв устроить туда посмотреть что там под водой он уже саша пошла заплывать и и и и и и и и и Здесь самое главное, найти дорогу до поля Здесь очень классная территория, зеленая травка, видите на ней здесь лежаки Вечером это все подсвечивается красивенько, мне кажется очень комфортно И главное, класс радуется тому, что здесь такие красивые горы, прилив, бушует море Прям чудесно как-то все это выглядит, шуршат камушки, здесь можно что-то построить из них В общем, и детям есть чем развлечь-то и взрослым Там у нас Дима на углу, на самом мысе, вон там где такое гнездо из дерева Он там ловил рыбу, очень здорово, прям, ну, конечно Подождите, давайте мне ее сюда снять Вау, я вижу ее Вообще большая На, Лиза, погладь ее, ей нравится, погладь ее Смотри, какая колючка О, колючка Здесь довольно много номеров, есть домики бунгало и есть домики, которые, скажем так, в корпусе, двухэтажном корпусе Сейчас выходим из нашего корпуса, да, Идея, Лиз, покажи И здесь территория очень шикарная, такой прям лес И скажу, шикарно, наверное, не совсем то слово Потому что здесь, пойдем вот по той дорожке Почему? А там все можно показать красивое Потому что здесь, конечно, не идеальная чистота Зато вы посмотрите, всякие растения, цветы Пальмы просто шикарные Огромные какие-то столетние деревья Они растут Цветочки растут, да Всякие разные Тут миллион видов разных цветов Смотрите, что такое темнистое А если их поливать, то они больше будут растут Расти, конечно, будут больше расти Вот, и мы спускаемся с горы, да, где находится наш корпус К основным корпусам И к лобби, там, где проходит завтрак Три варианта стандартных с яйцами разными Завтраков И есть рисовый суп и жареный рис с курицей Сейчас мы находимся там, где у нас бассейн Нам очень, если бы, понравился бассейн Он такой глубокий Здесь можно прыгать, дырять и все, что угодно делать И детская зона в нем тоже есть Вот здесь мы поднимаемся, выходим на дорогу И прямо сбоку нашего отеля находится 7-11 Рядом макро Здесь несколько неплохих кафешек Но в основном напротив нашего отеля Всякие бары ночные находятся Со всеми прилагающимися этому барной жизни Атрибутами в виде девушек полураздетных и прочего Вот, поломок лифт-резорт То есть, такой старенький, конечно, отель Но цена соответствующая И при этом мы можем наслаждаться видом на море Здесь проходит завтрак Вот мой завтрак стандартный Значит, приносят фруктики У нас это яичница Яичницу можно заменить на омлет На вареные яйца И ветчину можно заменить на бекон И вот такие вот стандартные джемы И это маслица Кофе свободно в доступе Соки, чай В прошлый раз на Качанке, когда мы были У нас был примерно такой же ценовой категории отель Но у него не было бассейна Он также находился на море Но у него не было своего пляжа И завтракали в два раза меньше То есть, была одна сосиска Одна колбаска Один хлеб и одно яйцо А здесь всего много И фруктов с этого тоже не было Так, смотрите Хотела вам показать бассейн наш Поподробнее сейчас как раз его чистят То есть, все Глядя за ним очень даже хорошо Здесь вот, получается, детская зона Здесь тоже не глубоко И потом он плавненько Очень глубокий Идет на очень глубокий уровень Вот здесь, смотрите, такие корпуса Получается, с выходом на бассейн У нас наш корпус, он был там далеко Он самый бюджетный Поэтому, соответственно, он так и располагается далеко И вот здесь вот спуск к морю В зону моря Кафешка напротив нашего отеля 100 бат Курица с кешью Yellow curry Green curry И огромная пицца Сколько она стоит? 260 курицей Мы направляемся в очередной раз Второй раз в этом сезоне К водопаду Клонник-Прау И здесь, на подъезде, вы можете покормить Или покататься на слонах Насчет катания мы решили, что Больше не будем Мероприятием с кем-то А, ну, начнем Класс Класс А ты посадишь Оглань Хорошие Молодец Нет, так Молодец 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 Что, ребята, мы добрались до водопада Клонг-Пру Это один из немногих водопадов на Качанге Который не пересыхает сухой сезон И мы с вами здесь были в сезон дождей Мы в сухом сезоне И он все равно впечатляет Здесь все равно есть где поплавать Так что всем советую не выдумывать Америку Не идти на какие-то бесплатные водопады Потому что, во-первых, они условно бесплатные За стоянку все равно придется платить А здесь прекрасно в любое время года В стороны Чтобы равновесие держать Оп Так Ой, это опасно О, молодец Да Да Преодолеваем препятствия Супер Алиса Посмотри на меня Хе-хей Маша Маша, помогай, Диму вытаскивай Маша, помогай Давай, выводим Вау Вау Такая прохлада Тут Ветер прям Смотрите какой здесь бурлящий поток Вау Вау Трях Спасибо.